К сожалению, очень часто рвется интернет, поэтому я не все могу вам показывать. Где правый сектор? Ну, я только что брала интервью одного из представителей правого сектора, у которого есть вопрос к лидеру. Дело в том, что он сказал, что там были очень веские железные инструменты, которые должны были быть предоставлены. И он сказал, что если бы те инструменты, которые передали из Львова и из других западных областей, были на Майдане, не было бы штурма Майдана, побоялись бы. Он также сказал о том, что на Майдане очень много сейчас есть оружия, которое уже появилось на Майдане. И что сегодня ситуация будет совсем другая, поэтому, когда уже Беркут, наверное, не решается наступать на Майдан, сказал, что много глистильного оружия, если вчера еще его не было, то сегодня здесь уже есть оружие. Ну, по крайней мере, это сказал человеку нам в интервью, вы могли слышать об этом 15 минут назад. Сам Янукович не почал бы штурм Майдану. Не известно, на самом деле информация у нас такова, о том, что было совещание силовиков, и, собственно, СБУ было против силового захвата Майдана, потому что очень много было людей именно в 6 часов вечера, и, ну, как бы, СБУшники были против. Буквально через час ситуация переигралась, и мы увидели, что Байдан на самом деле штурмует. То есть что случилось, кто дал приказ, непонятно. Но о том, что Янукович берет на себя ответственность, и без того, чтобы Янукович не давал этого приказа, понятно, что никто бы не штурмовал. Более того, вы понимаете, почему у меня лично остаются вопросы к Януковичу. Почему после 30 числа Веркут, который превысил свои полномочия и побил очень жестко, очень жестоко, побил людей, почему Веркут так, ну, скажем, никто не был наказан? Ну, вывод напрашивается только один, только из-за того, что ему бы давали личные гарантии, и только из-за того, что, ну, скажем, первое лицо государства, которое есть гарант Конституции наших прав, дал личный приказ. Лично у меня сейчас нет сомнения, что было это именно так. Иначе бы были наказаны виновные, и у нас бы сейчас не было этого Майдана, и люди бы получили бы сатисфакцию.